Благоустройство дворов и скверов Краснодара под постоянным контролем. Сегодня на объекты, где активно кипит работа, выехал вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский. Федеральная программа по формированию комфортной городской среды одна из приоритетных и важно выполнить ее качественно. Подробности у Яны Бузычкиной. Работы на Вишняковском сквере начались в конце сентября. Тогда он выглядел неприглядно. Старые дорожки, лавочки и урны. Сейчас, спустя полтора месяца, уже благоустроена зеленая зона. Рабочие вышли на финишную прямую. Укладывают плитку и заливают асфальт под спортивные площадки. В целом объект готов на 70%. К 15 декабря, как и планировалось, завершать. У нас единственный завершающий этап – это установка малых архитектурных форм. Те площадки, которые подготовлены, они отливаются в резинку, убирается сегодняшнее ограждение. И будет выставляться уже чугунное, декоративное. То есть парк на сегодняшний день, как он был сегодня, то есть он уже светлый. Вы видите, погода немножко нас баловала, а сейчас она начинает портиться. Поэтому надо максимум усилий для того, чтобы в сроки уложиться. Это федеральная целевая программа, которую провалить мы не имеем никакого права. До этого никогда не было. Мы все прекрасно понимаем, что таких программ не было. Такой большой стройки и правда не было давно. Краснодар переворачивает очередную страницу истории. Привычные улочки, скверы и парки не просто меняются, они становятся лучше. Будет благоустроено и восемь жилых массивов, среди которых и кубик на Старокубанской. Совсем скоро здесь появятся детские спортивные площадки, а места для парковки станет больше. Жители тоже принимают участие в программе благоустройства. Выходят на субботники, а также высказывают свое мнение. Что они хотят видеть на своем дворе? Ведь диалог необходим при создании комфортной городской среды. Трамвайные пути по депутатскому наказу был заборчик, чтобы дети на трамвайные пути не выбегали. Сейчас по этой программе в проекте его нет, соответственно весь этот заборчик от трамвайных путей убрали. Его надо восстанавливать, чтобы дети на трамвайные пути... Мы по этому вопросу с депутатом разговаривали, его демонтировали на время выполнения работы. После того, как работы будут закончены, департамент ЖКХ на место поставит этот заборчик. Вице-губернатор Анатолий Вороновский и заместитель главы Краснодара Евгений Зименко объехали все объекты, где идут работы по федеральной программе. Где-то еще нужно убрать самострой, а где-то решить проблему с теплосетями, которые портят облик двора. Но в целом оценка положительная. Городская среда становится комфортной быстрыми темпами. Программа «Городская среда» в 22 районах. Город Краснодар-лидер осваивает из 1,7 миллиардов 811 миллионов рублей. То есть очень такая объемная работа, масштабная. Но за последние 20 лет впервые такой объем работы выполняется. Я уверен, что все работы будут выполнены в срок качественно. И горожане получат хорошие скверы. Ну а жители домов хорошие, благоустроенные территории. До конца года благодаря федеральному проекту будут приведены в порядок 4 зеленые зоны. Вишняковский сквер, площадь перед кинотеатром «Болгария». Сквер «Молодежная» и территория между Первомайским районом судом и Казириненским залом. 8 кварталов, охватывающих придомовые территории от 5 до 16 многоквартирных домов, тоже заиграют новыми красками. Посмотреть на Краснодар по-новому можно будет уже ближе к Новому году. Яна Бузычкина, Иван Жалнин, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».